О МОСОБЛ ЕИРЦ Единый информационно-расчетный центр города Химки О том, как они у нас хорошо работают Обычно у нас квитанции Ну, квитанции об оплате квартиры Всегда приходят, приходили, по крайней мере В бумажном виде В почтовый ящик В этом месяце, причем приходили числа 2-го, 3-го То есть, ну, максимум до 5-го числа Каждого месяца Я, залезая в почтовый ящик Находил квитанцию За квартплату, за свет Ну, различные квитанции МОСОБЛ ЕИРЦ Включил в квитанцию за квартплату Оплату газа За шибись То есть, вместо того, чтобы Кучу Всяких Бумажек заполнять Все объединили в одно Соответственно, добавили и свет И теперь, соответственно, я Передавая Все показания За свет, за воду Оплачивал одной квитанцией Потом Ну, вернее В этом месяце Сейчас уже 7-е число Лазаю Постоянно, каждый день Смотрю почтовый ящик Ничего нет Никакой квитанции Вчера, что-то Проверяя Электронную почту Что мне пришло Залезаю Во вкладку Промо-акции И там Волшебное письмо От МОСОБЛ ЕИРЦ Мне квитанцию Прислали В почтовый ящик Вернее На электронную почту И Это письмо Попало в промо-акции Хотя Обычно Я мельком Просматриваю Эти промо-акции Удаляю оттуда Все Практически Не открывая И Вот Хорошо Ладно Я Продвинутый человек А что делать Тем же Тоже Тем же Пожилым людям Или Тем У кого нету Доступа в интернет Компьютера Ну Всяко бывает Согласитесь И Представьте Что У людей Нету Компьютера И доступа В интернет Ладно Компьютер Допустим Есть Но нету Доступа В интернет Ну Представим Что Реально Отключился Интернет Отключился Не работает Интернет Просто Хотя бы Соответственно Я Не могу Оплатить Свой Интернет Свою Квартплату Правильно И Что Делать Теперь То есть Я Автоматом Попадаю В Неплательщик В категорию Неплательщиков Правильно Ладно Допустим Допустим Что Я Увидел Квитанцию Все нормально Я Нашел Ее Но У У меня Нет Принтера А у меня Реально Нету Принтера Соответственно Что Делать Как Я Могу Я Не могу Распечатать Правильно Квитанцию Как Таковую Соответственно Я Должен Сейчас В данный Момент Скачивать Платежку На Цифровой Носитель Допустим На ту же Флешку Идти В салон Печати Да И Там Платить 10 Рублей Чтобы Мне Эту Квитанцию Распечатали Это С какого Перепугу Вот На самом Дель А что Делать Тем же Пожилым Людям Или Тем Семьям У кого Нету Ни Интернета Ничего Или Кто Даже Просто Допустим Тупо Не умеет Пользоваться Этим Всем Сами Есть Такие Люди Которые Реально Не умеют Пользоваться Ни Интернетом Ни Компьютером Допустим В квитанции Которая Приходит Есть Специальные Графы Передать Показания Ну Те же Счетчики За воду За свет Они Заполняют Там Эти графы Ручкой И Относят Относят В ЖЭК Вбрасывают Почтовый Ящик В ЖЭКовский И Вдруг Им Приходит Опять Если Нет Электронной Почты Куда Квитанция Должна Прийти В Электронном Виде То есть Соответственно Квитанция На почту Не Приходит То есть Почтовый Ящик В обычном На бумажном Носителе И Она Не Приходит На электронную Почту Соответственно Люди Опять Причем Дофига Народу Попадают В неплательщики А квитанцию Нужно Оплатить До Десятого Числа А сегодня Седьмой Я специально Ящик Посмотрел В бумажном Бумажном Носителе Квитанции Нет Соответственно Тысячи Людей Если не Десятки Тысяч Попадают В разряд Неплательщиков И Если Ты Не Оплатил Квитанцию Тебе Будут Насчитываться Пени И Соответственно Из-за Того Что МОЗ Обл Геир Не Прислал Бумажный Квитанцию На бумажном Носителе Причем По собственной Инициативе Почему Население Города Должно Попадать Пени За просрочку Платежа За коммунальные Услуги И Быть Не Плательщиками Но Согласитесь Сами Ладно Закрываем Тему Так что Ребят Буду Признателен Если Вы Мне Напишите Своё Мнение Об Этой Ситуации Ладно Всем Пока Пока Продолжение следует